Но по дневке акция очень неплохо. Немного не понимаю, что именно заблокировано. Так, я в чат сбросил. Посмотрите, там ссылка в 9.02 в чате. В основном чате. Только модератор видит ссылки от пользователей. Все, я понял. Ну, я тогда еще сюда продублирую. Значит, что касается AH. Сейчас она тоже довольно-таки неплохо находится на своем хай. И тоже вчера была вспышка у нее объема. То есть тоже интересный момент. И фьючерс сегодня отрицательный. То есть вполне возможно будет отскок, конечно, от этого значения. Но если она пойдет против рынка, то вполне возможно будет вообще движение хорошее. Так, NHP. Ну, здесь объем есть, но ничего интересного не вижу. Так, что касается акции AEIS. То есть вчера минус $1.75 она закрылась. Был у акции Gap Down. И вспышка объема у нее была. То есть сейчас она как раз закрылась на том, что прошла уровень. Самые нижние уровни по данной акции. Прошла low. И сегодня за этой акцией, конечно, тоже можно понаблюдать. AEIS. То есть кто не видит, AEIS сбрасываю в чат. Значит, что касается Joy. Очень неплохой слет тоже вчера был. И аналогично вот неплохой вход был и утром по этой акции. Когда все-таки показала она этот Gap. И также на продолжение вечера можно было от 19.00 эту акцию тоже шортить. Довольно-таки неплохо Joy вчера прошла. То есть смотрите, здесь интересные дневки. И главную акциях вчера был объем. Желательно после того, как пройдет приблизительно час торгов, сделать себе ресерч на момент тех акций, которые прошли объем в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. То есть вполне возможно, что в обед и во второй половине дня у них также будут точки входа на продолжение. То есть особенно если акция неплохо прошлась вверх или вниз, у нее есть объем, то что у нее будут определенные движения, это очень невероятно. Вот аналогично посмотрите акции WU. То есть тоже очень неплохие движения у нее были. Такой мелкий тренд. Конечно и сквизы были, но они не такие большие. Тут 5 центов сквизы. И очень плавно, медленно акцию начали прижимать ниже. То есть она не так много прошла, но очень, скажем так, стабильно прошла и давала ни одну точку входа. Аналогично WC. То есть обратите внимание на BWC именно дневной чарт. BWC дневной чарт довольно-таки много объема вышло и сильное движение было. Особенно 27.00. Цена вообще очень классная. Тем более акция прошла 70 центов от этого уровня. Значит HSP уже несколько дней у акции идет объем и уже несколько дней у акции довольно-таки серьезные движения идут. То есть, но как правило, они идут в первые половины дня, а потом акции рейнджуются. Но все может быть. То есть объем у нее есть. И сейчас она как раз находится на уровне поддержки предыдущего тренда. Тоже есть объем. Он пока еще не падает. Вполне возможно, что движение тоже будет хорошее у этой акции. Это, пожалуй, все такие акции, у которых были, скажем так, вчера объемные такие движения. Также вот ОСК продолжает ходить после того, как сделала гэпап. Сейчас пока сделать день такого небольшого отката и отстоя. То есть очень часто через день после того, как акция сделала серьезное движение, серьезный гэп, на следующий день она бывает отстаивается, а через день тоже бывает неплохое движение делает. Поэтому желательно ОСК тоже понаблюдать. Значит, посмотрим также гэпы и будем уже тогда готовиться к открытию. Значит, что касается сегодняшних гэп, гэпап или гэпдаун. Значит, что касаемо акции VHC. Кому не видно, я пишу в чате тикер. Значит, VHC она по дневке выходит на... Давайте я здесь дневку включу. Значит, по daily chart выходит на new high, то есть 30 долларов акция вчера очень неплохо прошла. То есть видно был у нее гэп, даже позавчера она прошла и вчера уже укрепила это движение. И дальше выходит на new high. Конечно, 5-минутное движение мне такие не очень нравятся. Такой довольно-таки тяжелый тренд у нее идет. Но все-таки движение у нее довольно-таки сильное и очень много она проходит. Поэтому за этой акцией можно понаблюдать. Сейчас у нее уже проторговалось 25700 акций на премаркете. И я вижу, что все-таки печатают дальше. Значит, что касаемо акции TSO. Тоже у акций есть гэп. 10000 пока акция только проторговалась. По дневке видно, что идет она против рынка, то есть против фьючерса. Поэтому она более-менее будет интересна. Значит, что касается MRO уже говорили. То есть у нее после сплита довольно-таки серьезно ее тянут выше. Наверное, в большей степени это техническая причина. Но все-таки идет она далее. Значит, NAV не будем смотреть, потому что здесь только 100 акций. Акция пропринтала утром. Вчера кто-то не успел выйти, сегодня вышел. Минус 50 центов. Значит, EXL здесь не ясно ничего. Тоже мало объема. TRV. Есть gap up, но объема, в принципе, 2500 не так уж много. Значит, General Motors. Тут 70 тысяч акция проторговала, но для нее это тоже особо не объем. Но все-таки премаркет у нее есть. То есть все больше таких gap up сейчас не происходит. Посмотрим, что у нас по другим акциям. Значит, VFC. Смотреть не будем. Здесь только 200 акций. OVTI. OVTI довольно-таки серьезное уже движение прошло вниз. Тут минус 3 доллара 26 центов. Уже акция упала. И на премаркете уже 83 тысячи акция пропринтала. То есть довольно-таки серьезное движение. Смотрите, я смотрю gap только по американцам. Может быть, я что-то упускаю. Поэтому если в VTI там есть какой-то gap или что-то, просто VTI сбросили. Здесь есть принты, но они несущественные. То есть мало объема и не очень-то акция. То есть это к gap отнести как бы нельзя. То есть это просто некоторые принты. Значит, OVTI довольно-таки серьезно падает. И обратите внимание на дневку. То есть она оттолкнулась от 35 долларов. То есть 35 долларов акции не прошла. И оттуда вот такой серьезный отскок у нее был. Кстати, кто пользуется адвансом? Поставьте плюс, пожалуйста. Адванс Гет. Кто использует программу? Используйте дополнительные котировки к этой программе. То есть квоты. Квоты Адванс Гет. То есть вот у меня окошко. Видно его? Квоут. Ну и желательно его, конечно, обязательно использовать. Потому что он довольно-таки быстро показывает квоты. И для удобства, пока подсказали мне вчера один момент. Я уже сколько пользуюсь этой программой, до сих пор этого не знал. Для того, чтобы не вбивать здесь квоты вручную, можно просто зажать сверху тикер, нажать на него, зажать его. И просто перенести в свободную колонку, либо на колонку. И отпустить. И он сразу же появляется в окне Quotes. Это для того, чтобы сэкономить время, скажем так. Значит, у VTI, конечно, падает очень серьезно. Минус 3,5 уже значение у нее достигает по чарту на премаркете. Довольно-таки серьезное падение происходит. Значит, тоже из Gap of Down. Таких объемных движений. Вот только VZ, кстати, Verizon входит в индекс Dow Jones. Тоже можно себе выписать. Это коммуникационный сектор, коммуникации. Поэтому тоже можно смотреть сегодня этот сектор. Странное такое было сейчас падение. Вроде бы как был очень стабильный рост у этой компании. Но вот сейчас уже минус 60 центов она на премаркете. То есть и таких больше серьезных Gap of практически не происходит. Есть Gap по акции CCL. Но CCL и RCL они постоянно Gap имеют в последнее время. Также есть Gap по NASDAQ Z, A, G, G. Но тоже они уже несущественные. Тут меньше чем 50 центов. И больше Gap of у нас, можно сказать, нет. Кто с помощью StockSorter загоняет сюда акции, и смотрит всю выборку, которую делают в Finvizy, желательно за 10 минут до того, как рынок откроется, всю эту выборку убрать и перезагрузить Blackwood, для того, чтобы не тянуть канал, для того, чтобы не было у нас торможения по Blackwood. Что касается вопроса, как залинковать Blackwood и Advanced, вот показываю у нас. Экран видно, да? Кто спрашивает? Вот у нас есть такие кнопочки в Blackwood и в окне маркетмейкера, буковка L, N, L. То есть, когда на них наводишь, они загораются оранжевым цветом. Просто ее зажимаем и переносим на верхнюю панель Advanced Getto, синюю. То есть, она у меня свернута, эта панель, но все равно на эту синюю штучку полосатенькую можно отпустить эту клавишу и будет залинкована. Или же, когда у вас синяя панель такая огромная, на нее наводите и отпускаете. Тогда получается линковка графика вместе с окном маркетмейкера. Таким способом можно быстро перелистывать акции. Все. Всем тогда спасибо за внимание. Тогда уже встретимся в чате. Фьючерс у нас довольно-таки сегодня импульсивный, минус 7,4. И ждем также новости. У нас есть в 10 часов по экономике календарь. Это ISM Non-MFG Index. То есть, это новость в непроизводственной сфере. Опрашиваются 400 различных фирм, которые занимаются сельским хозяйством, майнинг, то есть, добыча, коммуникации, транспорт и другие. То есть, на вопрос, скажем так, экономической стабильности в данных отраслях. То есть, поэтому в 10 часов это среднее значение на индекс имеет, но все-таки может повлиять. Поэтому в 10 часов желательно понаблюдать за основными индексами. Всем спасибо и до встречи тогда уже в чатах. Субтитры сделал DimaTorzok